В эфире телеканала Самара Гиз при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте! Охотники за привидениями! Если вашей жилплощадью годами пользуются неучтенные граждане, ждите незваных визитеров. Владельцам так называемых нулевых квартир этим летом предстоит форменная нервотрепка и существенные траты. Объявленная война на федеральном и региональном уровнях обещает быть затяжной, но вот на чьей стороне будет победа? Эксперты далеки от единодушия. Одни уверены, что против недопросовестных жильцов наконец найдено эффективное оружие, другие напротив убеждены. Новые правила, разработанные правительством еще в апреле, вступившие в силу в начале июня, все-таки дают возможность для маневра тем, кто никогда не платил за коммуналку, заставляя за свои счета раскошеливаться соседей. Нулевыми называют те квартиры, где есть собственник, но на квадратных метрах никто не прописан, что не мешает в них жить без регистрации. Проблема эта характерна для всей страны. В Самаре таких квартир порядка 37 тысяч. И есть дома, где число мифических жильцов чуть ли не больше, чем те, кто живет легально. К примеру, вот эта малосемейка на Владимирской, 22. Снять угол в этом уле по самарским меркам недорого, 10-12 тысяч рублей, и потому дом буквально кишит нулевками. Каждый третий житель здесь временный, приборы учета собственники не устанавливают, и платить за себя из-за того неучтенного парня приходится тем, кто живет в малосемейке на законных основаниях. Сотрудники миграционной службы здесь частые гости, правда дверь открывают им редко, иногда везет. Вот эта семья без регистрации живет уже полтора десятка лет в бабушкиной квартире. И раньше их никто не трогал. Как-то эта справедливость никак не касалась, и как-то они не возмущались, когда у них не было счетчиков. Женщина заплатит штраф в полторы тысячи рублей, и только проблему это не решит. Официальные жильцы многоэтажки ежемесячно переплачивают за холодную воду от 300 до 500 рублей. Теперь охоту за такими несознательными собственниками санкционировали на самом верху. Раньше подобные рейды могли проводить только силовики, и если малопочетную миссию брали на себя у правдома, то в лучшем случае их хоть и пускали на порог. О, нам очень повезло. Проходим, пожалуйста. Но и юридической силы такие экскурсии не имели. Все ограничивалось пустыми разговорами с квартирантами. Какой может быть хозяин? Квартира имеется в виду. А где хозяин квартиры? Вы даже лицо его не видели? Нет. И констатации факта. Вот за такие квартиры платят жильцы дома. 344-е постановление федерального правительства дало управляющим компаниям карт-бланш. Теперь их представители могут регулярно делать по квартирной обходу, составлять акты и выставлять счета по реальному числу жильцов. К этому процессу планируют подключить и старших по домам. Коммунальщики напирают на то, что такая мера чисто вынужденная. С введением в платежках в нормы общедомовые нужды жильцы во многих домах вынуждены переплачивать. В Самаре по распоряжению главы города Дмитрия Азарова инвентаризация подобного жилья началась еще в апреле. И этим летом должна завершиться. И штраф придется заплатить, и сделают еще перерасчет целесообразнее все-таки собственникам, которые сдают квартиры и не имеют приборов учета. Либо, первое, поставить приборы учета для того, чтобы не было этих проблем, не возникало. Либо, второе, своевременно оповещать управляющей организации о реальном количестве проживающих. И это будет до тех пор, пока они не поймут, что прибор учета надо поставить. Нельзя жить за счет добросовестных собственников. Вопрос очень остро стоит по этим нулевым квартирам и стоял ранее. И я думаю, что это будет решением вопроса. Почему? Потому что на самом деле сегодня вот эти вот суммы долгов, они ведь влияют и на то, что вот сейчас подготовка к зиме идет, к отопительному сезону. При Волжском УПЖРТ признается его глава, господин Халиулов. Население уже задолжало 160 миллионов рублей. Теперь же, уверен бизнесмен, наконец удастся найти управу на хозяев нулевок. Хотя то, что этот процесс будет болезненным, он тоже не сомневается. Все равно придется привлекать правоохранительные органы. С участковым придется приходить и решать вопросы. Мы уже эту работу начали полгода где-то ранее до постановления проводить. Есть какой-то экономический эффект определенный. Где-то процентов 20 людей, естественно, не согласны. Они начинают обсуждать. Многие даже обращались и в суд. Кто сказал, что и так нельзя протестовать? Ко мне в гости приехали знакомые, которые живут у меня две недели. Возникает вопрос. Я их не регистрирую себе. Они, в общем-то, граждане Российской Федерации. Должен же я за них дополнительные коммунальные какие-либо услуги платить, либо нет? Должна быть, безусловно, доказательная база, говорящая о том, что данные конкретные лица проживают в данной квартире и пользуются коммунальными услугами, в том числе и о промежутке времени. Ведь коммунальные услуги выставляются ежемесячно. Еженедельно будет осмотр. Хорошо, установили, проживало 5 человек, сейчас проживают двое. Ежедневно. По логике вещей он имеет доказательную силу на момент осмотра. Эти наши законы, постановления, они созданы как бы для идеального общества, законопослушного. Но все, что вокруг нас происходит, мы сами понимаем, что, ну, не побоюсь, наверное, этого сказать, что вот на фоне многомиллиардных хищений, понимаете, вот на это мелкое воровство наше государство как бы и не обращает внимания. Вот сколько писем, ну, правда, это письма за три, за четыре года здесь, естественно, по разным вопросам. Вот решение суда. Вот мы обращались в суд о том, чтобы как бы обязать временных жильцов оплачивать вот эту потребленную воду. Она уже дошла до Госдома, Федерального правительства, а местные коммунальщики давно знают ее в лицо. Старшая по дому Марина Смирнова уже несколько лет по собственной инициативе ведет войну против несознательных владельцев нулевых и их квартирантов. В ее доме чуть ли не каждый второй житель льет воду на мельницу соседа и за его счет. Вот, пожалуйста, это вот акт, который мы составляли по нулевым квартирам. Вот они, наши квартиры. Вот штамп и коммунальник, что они приняли к сведению. Вот полосочками это все нулевки. Видите, видите, как их много. Такое ощущение, что у нас во дворе, значит, бассейн, который мы заполняем с утра до вечера водой, а зимой у нас огромный каток, который мы заливаем тоже водой. И у нас же этого ничего нет, а объемы огромные. Вот у нас в марте прошлого года люди заплатили сверх 30 кубов с человека. А если семья из трех человек, это получается, он заплатил 150 кубов. Такое воровство женщина возмущает. При этом Марина Смирнова уверена, новшество, которое узаконило по квартирной обходы, кардинально проблемы не решит. Квартиранты просто перестанут открывать двери незваным гостям и по-прежнему будут разорять соседей. При этом активистка уверена, есть только один способ заставить платить по счетам. Для этого нулевым квартирам нужно заблокировать доступ ко всем коммунальным услугам. Вот она, квартира продается, понимаете. Все, должны позвонить жилу, значит, жилу должно прийти ограничить это представление коммунальных услуг, а потом дать справочку, ребята, теперь снимайтесь с регистрации. Почему-то, естественно, считается, что пойти и сняться, расторгнуть договор с Ростелекомом, с кабельным телевидением. Почему-то никто не бросает интернет. Вы когда-нибудь куда-нибудь продавали квартиру с интернетом, чтобы она осталась? Нет. Поэтому и точно тут точно так же должно происходить. То есть коммунальные услуги, они точно так же должны быть опломбированы. У нас получается так, что квартира продается, и там имеется доступ к воде. На каком основании? Вы понимаете, это не вода течет, это текут наши деньги. То, что борьбе с нулевыми квартирами, наконец, придали законодательное ускорение, радует председатели ТОСов. Но их терзают смутные сомнения. Захотят ли соседи стучать друг на друга? Я не думаю, что мы с вами охотно побежим рассказывать, что там у соседей происходит. Все жители так же. Никто не хочет брать на себя такую почетную обязанность. И с учетом того, что квартиры меняются постоянно, квартиранты съезжают, уезжают, переезжают. Практически я не вижу, чтобы было возможно такой вот мониторинг проводить постоянно. Тут надо целыми днями только заниматься этим мониторингом. Кто это будет делать, неизвестно. Мы ходили с полицией, мы ходили с вашей телекомпанией ГИС, у вас, по-моему, ролик есть отснятый, с ФМС. Практически за почти рабочий день мы прошли, по-моему, пять квартир. Как доказать, что в этой квартире в любом случае кто-то проживает, потребляет коммунальную услугу, если нет приборов учета? Не поставишь ли человека, который бы фиксировал каждую минуту, зашел хозяин, вышел хозяин, сварил он там суп, включил свет и так далее. Еще не было судебной практики, потому что жители в любом случае найдутся такие, которые скажут, Да, я не прописан, я прихожу там на два-три часа. Поэтому давайте посмотрим, как будет работать этот закон. По уши, ну, вы сами поняли в чем. Злостных неплательщиков, а долг за коммунальные услуги по Самарской области, напомню, цифру перевалил отметку в 3 миллиарда рублей, заставляет раскошеливаться и куда более радикальными способами. О том, что деньги не пахнут, неожиданно вспомнили в Новокуйбышевске. Взяли и отключили людям канализацию. Да, в такую жару атмосфера в отдельных дворах городов, думаю, накалилась. Управляющая компания «Невоградсервис», откройте дверь, пожалуйста. Нет. Ну, мы тогда доводим до вашего сведения, что в связи с задолженностью за жилищно-коммунальные услуги у вас сегодня будет произведено ограничение водоотведения канализации, то есть. Отдадим вам эти деньги. В черном списке управляющей компанией, которая решила ткнуть носом своих должников, в их собственные отходы пока 40 человек. Но это не предел. Жители задолжали 130 миллионов рублей. Для небольшого города колоссальная сумма. И коммунальщики готовы идти на любые ухищрения. Вырубает свет, отключает воду. Теперь же с помощью специального приспособления рабочие устанавливают заглушки на унитазы. Сегодня закон дает нам достаточно ограниченное количество мер и мероприятий, которые мы можем применить для побуждения должников к оплате. Ограничение услуг, в частности канализации, это одна из таких мер. Поэтому мы и начинаем пользоваться. Причем применяем мы ее к тем должникам, которые, по нашему ощущению, платежеспособны. Житель 31-й квартиры по проспекту Победа, 17, даже установил систему видеоконтроля, чтобы не пускать на порог тех, кто требует заплатить долги. Соседи рассказывают, должник человек не бедный. Владеет двумя внедорожниками, недавно закончил ремонт, установил спутниковую тарелку. Но плата за ЖКХ в его статью расходов явно не входит. Страдают соседи. Что вода, что горячий, что холодный. Все раскидывается на нас, жильцов. Должники-то на нас. Почему мы должны за него платить? Теперь придется тратиться на противогазы. И не только должнику, но и соседям, которые всерьез опасаются за то, что нужду будут справлять прямо под их окнами. Если до крайности такой дойти, чтобы нужду он справил, ну я не знаю, тогда мы, что же получать, мы хуже, чем собаки, что ли? По-моему, должно быть совесть. Кто-то увидит, опозорит этого человека. Но и это еще не самый плохой вариант. В Самаре, рассказывает очевидцы, после того, как отключили канализацию в одной квартире, ее жители все, что накопили в себе, стали сливать мусоропровод. Застонул весь дом. Так что вряд ли этот метод назовешь разумным. К тому же, рассказали мне эксперты, он, мягко говоря, незаконный. Есть бригады, организации, которые именно этим занимаются. Но это противоречит законодательству, жилищному кодексу. По жилищному кодексу мы имеем произвести только ограничение подачи коммунальных услуг в виде горячего водоснабжения. Даже электроэнергию мы не имеем права отключать. Это не метод, я считаю, это не метод. Люди же у нас, как Кулибина, начинают пробивать ту же канализацию. Они не понимают, что там кто-то заглушку поставил. Они пробивают стояк. Потом это дополнительная работа. Это, опять же, экология. Это, опять, требования санпедстанции. Поэтому я думаю, что это не метод борьбы. Скорее, ведь это, на мой взгляд, такой, знаете, акт устрашения. Чтобы остальные, глядя на это, понимали, чтобы неповадно было. Последствия, особенно в определенные периоды, да, тоже лето, они могут быть катастрофическими. Потому что, фактически, с одной стороны, мы, лишая людей доступа к данной услуге, создаем некую аварийную ситуацию. И, соответственно, большой вопрос, а кто за эту аварийную ситуацию потом должен отвечать. Я не знаю, как в Новокубежске они на это пошли, но, по всей видимости, просто жители не обратились в суд. Если они обратятся в суд, то они получат и моральный ущерб, и материальное, это самое возмещение. Я думаю, разум должен возобладать. Во-первых, мы все жители, и представьте себе сам же, например, управляющий той же компанией. А если его соседа отключат, и все эти фекалии польются ему на голову. Это разрушение жилого фонда, это огромный моральный и материальный ущерб. Ну, а пока суд до дела. Дышать полной грудью в квартире с отключенной канализацией придется все-таки должнику. Так что лучше, может, не рисковать и платить вовремя, подумайте об этом, пока люди с заглушками не пришли к вам. А я на этом прощаюсь. Удачи вам. Увидимся.